здравствуйте друзья сегодня в гостях нашей рубрике mood board архитектор ирина андраненко ирина имеет большой опыт работы с частными общественными проектами она создала большое количество интерьеров домов и квартир а также общественных заведений ну это спортивный клуб фит-фэшн это клиника меденев меденев а также что меня удивило несколько объектов государственного значения то есть интерьера прокуратур да было и такое практике да ирина что мы сегодня собираем в нашем mood board и здравствуйте все на сегодняшний день у меня есть проект в работе вот это квартира в многоэтажном доме новом районе молодая семья пришли ко мне как сейчас видим очень модно со словами мы хотим лофт что вашем понимании лофт ну вот там кирпичик на стене тра-та-та в общем хотим лофт пришлось провести некий экстра что такое лофт потому что многие видимо не очень хорошо понимают что это такое чтобы действительно сделать его красивым но нужно прежде всего лофтовое пространство а в новостройке она не предусмотрен вот поэтому в общем правдами неправдами переубедилась кого что можно сделать прекрасный интерьер совершенно другими приемами ну как вариант договорились сделать на стене шпон очень хочется что-то необычного и многим кажется что вот если будет открытый кирпичик или ламинат на стене будет лофт будет да будет круто хорошо это какое помещение мы будем говорить сейчас о гостиной вот данная гостиная при определенном перепланировке не имеет окон вот потому что очень хотелось еще людям и большое количество спален вот но в квартире были большие коридоры и нам удалось сделать большое пространство объемное которое в за счет цветовых решений будет достаточно светлое вот но без окон хорошо давай тогда перейдем к этим самым цветовым решениям начнем мы видимо с пола да значит ну а мы отталкивались от пола потому что поскольку хотелось видеть пол на стенах соответственно толкнемся от пола я выбирала цвет ореха но поскольку сейчас в тренде больше серые оттенки или сероватые оттенки то соответственно и цвет дерева выбирал такой чтобы он был такой вот холодноватый ну на пол мы выбрали в данном случае плитку это плитка итальянской компании называется она табула что переводе с латинского доска ну в общем вот у нас эти доски есть доски причем достаточно длинный 15 на 90 либо в этой коллекции может быть формат 45 на 90 да вы выбрали прекрасный цвет модный в тренде отличный цвет поскольку все-таки хотелось его применить на стены керамогранит который на поле на стены клеить не будешь тем более что мы хотели сделать там шкаф соответственно подобрали шпон подходящий по цвету нам то есть из этого шпона у нас будут панели нас у нас будут панели на стенах и будет скрытый шкаф вот но мы не будем обходиться только одним этим шпоном хочется стенку сделать интересный декоративный поэтому там появятся вставки из металла ставки появятся как холодного оттенка так и теплого оттенка так у нас здесь получается бронза нас получается до бронза и наверное не заметьте наверное ближе к медиа такой давай назовем это розовое золото розовое золото или она называется еще такая бледная роза вот этот оттенок у производителя называется бледная роза хорошо пускай будет бледная роза вот и вот таким образом таком сочетании с определенным наклоном у нас появится панели на стене, которые будут еще и функциональные, это будет шкаф. Естественно, на потолке. Я любитель использовать декоративные элементы, потому что, ну, это, возможно, мое предвзятое мнение, но мне кажется, что помещение закончено, потолок закончен, когда там есть карниз. Он может примыкать к стене, он может от нее отставать. В данном случае я взяла такой карниз, потому что он нам позволяет здесь делать, вставить сюда подсветку. Сейчас появились светодиодные ленты, мощные, разные освещенности. Можно поставить одну, она будет выполнять функцию ночной подсветки, можно поставить вторую, которая будет яркой, давать основной свет. И вот за счет того, что мы его закрепим на расстоянии от стены, у нас будет возможность вставить эту подсветку, которая будет освещать и панели, и обои, и давать такой хороший рассеянный дневной свет. Ну и проявлять как раз фактуру этих материалов. Да, и естественно помещение будет законченным. Хорошо, определяем его тогда, да. Вот здесь будет. Да. Так, дальше. Вот. Значит, дальше во всю вот эту такую достаточно монохромность хочется ввести цвет. И начнем этот цвет вводить со стен. Угу. То есть при данном сочетании стены могут быть как холодные, так и теплые. Но мне хотелось бы сделать все-таки больше теплый цвет, потому что холодный я введу в мебель. Вот. Соответственно... Убрали мы обои. Да, обои, имитирующие текстиль, ткань. Имеют какую-то направленность. Да, да, да. Имеют определенную направленность, да. И за счет вот именно своего рисунка будет полная имитация, что у нас стены сделаны из ткани. Угу. То бишь из льна. Да. Ну, практически из льна. Да. И у них есть еще такая фактура, которая как раз наша подсветка тоже проявит. Да. Ну и здесь такой вот хороший микс, на самом деле, в этих обоих цветов. Вот. Присутствует и такой бежевенький, и серенький, и зеленоватенький. Ну, и она как-то начинает объединять уже выбранные цвета. Да. Вот. Но ярким элементом данного дизайна будет диван. Да. С диваном, конечно, было сложно. Да. С диваном было сложно, потому что надо было найти зеленый, не просто зеленый, а чтобы он был приглушенный, чтобы в нем присутствовали серые оттенки и так далее. Чтобы еще и ткань чистилась, была практичная. Ткань действительно практичная, ее можно стирать или чистить с помощью воды обычной. Поэтому, конечно, это действительно очень практично. Но мы так немножко похихикали, потому что мы накануне искали этот цвет почти два часа. То есть нам перебрали практически все каталоги, наконец-то нашли что-то довольно подходящее. Ну и опять же, как бы хотелось найти, чтобы была какая-то фактура более натуральная, чтобы все-таки не было такой искусственности. Ну, здесь у нас такая получается типа замши. Типа замши, да. Кантара. Да. Ну, опять же, освежить хочется все это дело. Давай освежим. И вступают подушки. Вот, подушки, которые являются связующим звеном. То есть у нас еще в интерьере появится кресло, которое может быть вот в такой же отделке. И как раз вот отделка этого кресла, она поможет нам подобрать подушки, то есть выбрать подушки, сшить подушки из этой же ткани на диван. То есть это освежит и сам диван, и сама фактура этой ткани отвечает фактуре обоев. То есть и по цветовой гамме, и по настроению. А рисунок, в свою очередь, отвечает рисунку на стене. На стене, да. Отделка нашего шкафа. Да, да, абсолютно верно. Ткань, кстати, действительно очень интересная. Она из коллекции Бресса. И Бресса – это такой остров в шотландском архипелаге. То есть действительно что-то такое северное в ней есть. И вот эта елочка, и сама цветовая гамма, и, конечно, вот эта довольно выраженная структура. Да. Чтобы стена не казалась такой вот, как сказать, наверное, монолитной за диваном, переходящим в пол, мне захотелось ее разрезать. И разрезала я ее нишей достаточно длинной, почти во всю длину дивана. Вот. В эту нишу мы вставим бронзовое зеркало. Есть у нас такое бронзовое зеркало. Почему бронзовое? Потому что оно будет отвечать цветовой гамме паркета, и у нас не появится такой вот дры в стене. То есть вроде как там создастся пространство какое-то, углубление, но в то же время не будет такого вот провала. Которое было бы, если бы мы использовали обычное зеркало. Обычное зеркало, да. Ну и, соответственно, естественно, там появится подсветка. Чудесно. Определяем. Можно было бы и завершить. Нет, не стоит. Не стоит. Потому что как же без декора? Куда делиться без декора? Гостиная – такое место, в котором может стоять разное количество предметов. Это может быть диван, это может быть кресло, журнальные столики, какие-то, не знаю, газетницы, может, кто-то там читает. Ну, мы надеемся, что читают. Да. Ну, в современном мире уже, мне кажется, книги отходят на второй план. Хотя очень обидно. Может быть, на телефоне хотя бы, на айпэде. Да. Вот. Поэтому я люблю, когда в гостиных есть ковры. Во-первых, они играют тоже достаточно такое яркое пятно. Во-вторых, это очень комфортно. А в-третьих, это пятно, которое связывает… Объединяет всю композицию. Объединяет всю композицию, да. И вот в данном интерьере, опять же, повторюсь, он достаточно такой вот, ну, сдержанный монохромный, хочется ввести какого-то такого вот прям яркого связующего пятна. Есть у нас такое пятно. Есть такое пятно. Да. У нас появится вот такой замечательный ковер. Да. Причем его преимущество еще не только в комфорте и вот этой объединяющей функции. Он выполнен из гипоаллергенного волокна, который называется тенсиль. Это производное от эвкалиптового волокна. То есть, если наши хозяева вдруг, мало ли, страдают аллергией, то это прекрасное и практичное решение. Так, вот у нас появилось связующее звено. Это ковер. А теперь все это требует аксессуаров. Замечательно. Потому что на полочку хочется поставить аксессуары. Где-то хочется, у кого-то наверняка есть какие-то рамки с фотографиями. Есть какие-то там подарки, какие-нибудь вазочки, которые всегда вот как бы хочется куда-то деть. Вот у нас есть прекрасная полка. На которую мы поставим аксессуары. Аксессуары. Да. Я немножко забежал вперед, если бы мы вернемся. Да, страшного. Да. Так, у нас есть вот такой аксессуар. Вот, ну, например, да. То есть, это может быть что-то такое вот необычное, какие-то статуэтки. Ну, что-то обычно привозят откуда-то из путешествий, куда-то это ставить нужно. Да, да, да. Это может быть какой-то золотой аксессуар, потому что он будет привлекать внимание, он будет таким ярким предметом определенного направленности. Ну, давай тогда вот такой вот золотой акцент добавим. Ну, добавим золотой акцент, как мы его добавим. Так, так. Ну. Как-то мне хочется все-таки немножечко, можно тут сделать такую легкую... Перестановку. Перестановку, да. Вот так вот. Творческий процесс. Да. Вот так вот мы это сделаем. Ну, и завершением всего на ковре должен появиться журнальный стол, потому что... Куда же журнал это складывать? Ну, а кофе попить. Вот. А пульт от телевизора положить. Тогда назовем его кофейный столик. Журнально-кофейный. Вот. И поскольку мы и начали от самого светлого, это потолок белый, да, потом карниз, потом мы перешли на более... Такую чуть темнее гамму, но светлую. Дальше у нас это перешло все в диван и в кресло. Закончилось темным пятном ковром. И, соответственно, тогда самым темным пятном в интерьере будет тот самый предмет... Стеклянный кофейный столик, да. Стеклянный кофейный столик. Прямо на ковер. Да. Но мне, кстати, очень нравится эта идея, потому что, если бы мы поставили что-то светлое, то тогда у нас появился бы какой-то обелиск, такой памятник посередине гостиной. А стекло, ведь черное стекло, оно так очень... Ну, практически сливается. Сливается. По крайней мере, не выделяется. Не выделяется, потому что неон в данном случае является доминантом этого интерьера. Поэтому он должен выполнять просто свой функционал, он должен вписываться по стилистике, но при этом особо не привлекать к себе внимание. Вот. Ну, вот такая вот... Чудесно. Получилась композиция. Я себе уже представил эту гостиную, мне бы было там очень комфортно. Надеюсь, что твоим клиентам будет так же комфортно в уже реализованном проекте. Друзья, я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний мудборд. И надеюсь, что какие-то идеи, которые прозвучали сегодня, будут для вас полезны. Если так, то не забудьте поставить лайки. Если есть вопросы, или, может быть, вы хотите такую, или, может быть, еще лучше, гостиную заказать у архитектора Ирины Андроненко, пишите в комментариях. А ссылку на ее сайт я также оставлю в описании. Ну и оставайтесь с нами, будет не менее интересно. Всем спасибо! 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 Субтитры подогнал «Симон»!